Тере Хомикуст Это первый доклад. Я надеюсь, что все проснулись и в нем поучаствуют. На самом деле у меня опыт разработки порядка 8 лет. Я работал в разного рода командах, маленьких, больших, в том числе когда-то делал проекты один. Но, как я понял намного позже, я тестировал всегда. Я думаю, что многие из вас тестируют, просто даже если вы думаете, что не тестируете, вы все равно в этом процессе участвуете. То есть, если вы написали какое-то приложение, запустили его, отправили в него данные, посмотрели результат, это уже тестирование. Оно ручное, но вы должны понимать, что вы тестируете, и это нормально. Формат сегодняшнего доклада будет следующий. Я буду рассказывать какие-то основные принципы о том, как можно начать тестирование в команде, как можно повысить качество вашего продукта. Но основные мои языки, на которых я пишу, это PHP.go. И это языки, которые связаны с ООП неразрывно. И с другими парадигмами я знаком, но недостаточно хорошо. Поэтому, если вы хорошо знаете парадигмы другого тестирования и хороший специалист в своей области, вы можете участвовать. Я буду задавать вопросы по ходу доклада. И активно прошу на них отвечать. У меня тут есть несколько подарочков. Тот, кто мне будет помогать больше всего, получит их. Главный подарок я привез прямиком из Сталина. Из северной и холодной страны. Вот. И почему я могу вам рассказывать про тестирование? Я хотел задать вам несколько вопросов. Кто из вас хоть раз читал статью в интернете про тестирование? Поднимите руки, пожалуйста. Классно. А кто из вас читал книгу, в которой была глава про тестирование? Уже неплохо. А кто прочитал прям книгу по тестированию специализированную? Классно. Ну, у нас прям, смотрите, у нас достаточно много экспертов. Я прочитал несколько. Поэтому я считаю, что я могу говорить с вами об этом с позиции того, что я что-то в этом знаю. Вот. Также я работал перед этим в Авито, поэтому опыт, который я буду сегодня вам передавать, это опыт такой предыдущего работы в маленьких командах, работы в большой команде и текущей работы с компанией игровой, где основная цель, основной продукт основан на деньгах. И поэтому тестирование для нас очень важный аспект, и мы его широко используем. Данный доклад больше рассчитан на тех, у кого с тестированием не очень хорошо. То есть кто начинает строить тестирование в команде или у кого есть какие-то пробелы. Все, о чем мы сегодня будем говорить, это будет какая-то последовательность действий, и каждое из этих действий вы можете выполнять отдельно. То есть не обязательно, ну, в том порядке, начиная желательно, но вставлять можно отдельно. Итак, схема доклада. У нас будет небольшая вводная часть, где мы поговорим о том, какой у нас должен быть посыл для тестирования. Потом мы обсудим управленческие решения, то есть как работать с командой, чтобы запустить тестирование в ней. И последний аспект будет это технические решения, то есть процесс именно непосредственно производства продукта, как можно повысить качество вашего продукта в этом процессе в самом. Итак, начнем с вводной. С того, что вы должны понимать, что продукт — это результат работы команды. То есть нельзя сказать то, что разработчик может сделать продукт, как и продукт-оунер не может сделать продукт. То есть только хорошая команда с хорошим взаимодействием может сделать качественный действительно продукт. Проблема современного тестирования в том, что достаточно много статей. Вы сейчас все видели то, что когда я сказал про статью, все подняли руки, все где-то читали, интересовались. Но не хватает систематизации. То есть систематизация дает несколько вещей, такие как книги, такие как образование университетское, если был какой-то курс по тестированию. И сегодня мы, собственно говоря, попробуем систематизировать и дать вам направляющую, по которой можно будет идти. Ну и, соответственно, пройдемся по этапам. Начнем мы с команды. Как я и говорил, то что команда — это основа любого продукта. И, соответственно, если нет управленческой составляющей, то продукта не будет. Достаточно классическая ситуация вот такая. Кто может сказать, что это такое? Что здесь написано? Можете, пожалуйста, погромче и рук. Отлично. Так вот, если вы делаете продукт, который должен быть успешным, вы рано или поздно придете к тому, что вам нужно повышать его качество. Это нормальные стадии отрицания. Нам не нужно тестирование. Мы можем написать код и так. Это будет быстрее, качественнее и лучше. Следующее — это гнев. То, что когда начинают писать люди тесты, они разоряются по поводу того, что тесты не работают, падают, их надо актуализировать, это отнимает время. Следующий торг — это когда с вашим QA-специалистом или менеджером вы начинаете общаться на уровне того, что у нас там покрыто, поэтому все будет работать, часть есть. Это нормальный торг. Следующая стадия — это депрессия от того, что мы никуда не уедем с этими тестами, они нам создали проблемы, у нас просто все плохо, я не хочу с этим работать. И последняя стадия — это принятие. Она отличается у раковых больных и разработчиков тем, что у них действительно есть исход финальный, а у вас приходит понимание того, что тесты работают и повышает качество вашего продукта. Вы начинаете это видеть. Но чтобы это увидеть, нужно пройти достаточно долгий путь и поговорим, что можно сделать для начала с командой. Для начала, для того, чтобы построить команду, вам нужен хороший менеджер. Хороший менеджер — это действительно редкость большая. В современном мире обычно хорошие менеджеры имеют технический бэкграунд, поэтому на вопрос, откуда его взять, ответ простой. Ну, как бы, если у вас его нет, нужно его растить среди ваших специалистов, которые хорошо знают продукт. Вам нужен хороший процесс. С хорошим процессом еще проще. Вам ничего не нужно делать особенного. Вам просто нужно сесть и подумать, и понять те этапы разработки, которые у вас удачные. Возможно, автоматизировать их, использовать CI, прийти к CD-зеленому транку, и жизнь будет прекрасной. Третий аспект — это в команде должно быть желание повысить качество. Если разработчик не хочет писать тесты, то вы его не заставите никак. Он будет избегать это максимально. Это нормально со стороны психологии человеческой. Как бороться с этим? Ну, либо мотивация, либо показывать результат, ну, то есть показывать то, что тесты действительно влияют на качество, ну, либо, к сожалению, это плачевный такой способ. Если человек действительно токсично влияет на команду, его, скорее всего, придется уволить. Иногда это лучшее решение в такой ситуации. Ну, и, соответственно, последняя вещь — это необходимость повысить качество. Я делал сайт своей бабушке, которая выкладывает фотографии своих пирогов с рецептами. Я думаю, что вы понимаете, что тестирование ему не нужно. Основной трафик, к сожалению, на этом сайте создаю я, поэтому я считаю, что вы должны явно понимать те элементы вашего приложения, которые требуют тестирования, а которые не требуют повышения качества. Итак, первый вопрос. Вы мне можете помочь, если среди вас есть управленцы, что вы можете еще посоветовать людям, которые хотят построить у себя тестирование? Поднимайте руки, говорите. Нужно вообще понять, что именно подразумевается под качеством продукта, как его измерить. Потому что если ты не можешь измерять результат, то ты, соответственно, не можешь к нему и прийти. Хорошая вещь, но это все-таки больше относится к технической составляющей, когда люди разрабатывают. Я имею в виду, что вы можете сделать с командой, с человеком. Есть какое-нибудь предположение, добавить что-то? Да, хорошо делай, хорошо будет. Ну, как бы это, опять же, я прошу прощения, но это истина. Так, чтобы проблема тестирования была не проблемой какой-то отдельной команды тестировщиков. Сделать так, чтобы проблема тестирования была не проблемой отдельной команды тестировщиков, каких-то сторонних людей, а проблемой программистов, которые пишут код. Хорошо. Это еще один способ, как можно заставить разработчика участвовать в процессе. Это очень хороший способ. Ну, как бы со стороны управления построить так, что у разработчика не будет вариантов. Но тогда появится опять же обратная печальная ситуация, то, что возможно разработчика не придется увольнять, но он сам уйдет, потому что он попал. Но зато это еще одно решение. Ну, я думаю, что если у кого-то еще есть, вот вы смотрите, кто люди руки поднимает. Давайте еще. Добрый день. Я знаю, что очень хорошо помогает, когда вставится проблема не в тестировании, а проблема в плохом продукте. То есть у нас было так, что мы зафакапили релиз очень сильно, и вот тогда вот тестирование пошло хорошо. Анализ. Ну, это больше тоже про анализ. Вы смотрите, те, кто поднимает руки, и у вас будет потом возможность подойти у этих людей и пообщаться с ними. Они, если утверждают что-то, я думаю, что они что-то знают, и не можем получить ценную информацию. Ладно, давайте вы последний, я продолжу. Если я правильно понял, то вопрос, что нужно, чтобы начать тестирование? Да, со стороны команды. Я бы попробовал просто начать, хотя бы как-то. А потом итеративно пробовать повышать качество. Отлично. Отлично. Это тоже очень хорошая вещь. То есть действительно, если очень долго об этом думать и страдать, ничего не будет правильно. То есть если просто взять и начать что-то делать, то будет хотя бы первый результат для того, чтобы увидеть. Хорошее дополнение. Спасибо. Итак, мы немножечко продолжим. То есть с командой как бы, ну, это вот моя область знаний, я вам ее передал. Я говорю, еще раз запоминайте людей, которые поднимают руки. Вы сможете пообщаться с ними. Я все-таки разработчик в первую очередь, и я поговорю с вами о техчасти. Ну, то есть более развернуто. Итак, не бывает ни одного доклада про тестирование без пирамиды тестирования. Вы все сегодня, наверное, взяли прекрасные печеньки. У нас тоже есть пирамида тестирования. Она немножко необычная. Не та, что у вас на печеньках, она другая. Я взял именно цикл разработчика, который работает с бэкэндом, и добавил вниз еще один, который, по моему мнению, имеет очень важный аспект. Но не скажу, какой. И на самом деле я хотел перевернуть ваш мир реально с верх ногами, потому что для меня уже давным-давно пирамида тестирования превратилась в яму тестирования. Потому что на самом деле ваша цель не достигнуть высот, а оттолкнуться от дна и достичь, ну, просто выплыть наверх. Потому что с плохим качеством продукты, как бы, ну, никто им не пользуется. Итак, и у меня сейчас вопрос прямо на приз. Вот кто сможет сказать, что должно стоять вот на дне, от чего можно оттолкнуться для того, чтобы был качественный рывок вверх? Понимание продукта – это хорошо, но это не технический фундамент. Это больше все-таки продуктовый. Ваше предположение? Что? Я бы сиай. Сиай. Это тоже хорошо, но это часть процесса. Это, опять же, это не фундамент. Там есть то, с чего начинается любая разработка. Технические решения? Отлично. Отлично. Подойдите ко мне, и вы получите свой приз от нашей прекрасной компании. Это архитектура и технологии. То есть вам нужно с чего-то начать. Если вы для продукта выбираете неправильную архитектуру и неправильные технологии, то, опять же, ваш продукт будет обречен на провал, потому что вы не влезете по деньгам, по способностям, еще почему-то. Ну, как бы это классические истории провалов. Итак, в основе любой архитектуры лежит язык и окружение. То есть у нас есть три шекспировских… Ой, прошу прощения. У нас есть три шекспировских вопроса. На чем писать? Где запускать? Как запускать? Ну, то есть нам нужно разобраться с ними для того, чтобы качественно сделать продукт. Мой взгляд на данную ситуацию следующий. То есть он очень простой, на том, что подходит, там, где умеете, так, чтобы это было стабильно. То есть что значит на том, что подходит? Вы должны выбирать язык относительно специфики того, что вы делаете. Ну, то есть понятно, что если вам нужно интерпрайс-решение, или вы пишете для медицины или космоса, то вам нужны проверенные временем серьезные технологии типа Java, которые дают какие-то гарантии, выставляют свои паттерны. Если вы пишете более свободный продукт, вы можете использовать более гибкие языки. Там, где умеете, это, соответственно, опыт команды. То есть его нужно обязательно учитывать. Всегда хочется разработчику попробовать что-то новое, но если вы хотите сделать продукт, все-таки опирайтесь на то, что вы знаете. То есть ваш основной опыт, если вы умеете запускать в докере, запускайте в докере. Умеете в кубернетисе, запускайте в кубернетисе. Умеете только локально, это ваш путь. И он вполне себе оправдан, не нужно гнаться за технологиями. И запускать нужно так, чтобы стабильно. Тысяча звездочек на GitHub не гарантируют качество библиотеки. Гарантируют количество ищу. Если люди пользуются и нет ищу, значит, или есть положительная динамика их исправления, значит, стоит этим пользоваться. Если нет, то я считаю, что такая библиотека просто не подходит нам. Итак, это три основных принципа. Они настолько гибкие под каждую команду, что я не могу их конкретизировать. То есть я не могу вам порекомендовать язык, я не могу вам порекомендовать среду. И что-то еще я просто могу сказать о том, что вы должны об этом подумать, прежде чем начать. Есть обратная ситуация, когда у вас уже есть существующий проект. Тут все немножко сложнее, конечно. Там обычные технологии уже есть. Но вы всегда можете поменять стэк, то есть уйти потихонечку, потихонечку. Вы должны понимать, что это строительство, оно должно вот отсюда идти, из этой точки. И к этим трем вопросам я хотел отметить, собственно говоря, о чем я говорил. Семь раз отмерь, один раз отрежь. То есть вы должны осознанно подходить к выбору каждого из этих элементов. И следующий вопрос. Есть кому что-нибудь добавить по архитектуре, по тому, как подходить к началу разработки продукта? Мне кажется, что нужно, во-первых, понимание, куда будет двигаться продукт, потому что в какой-то момент получится так, что вы будете костырить-костырить, а дальше уже не сможете, вам придется менять спектр технологий. Поэтому нужно как бы заранее все равно это все продумывать. Ну, это мой первый тезис на том, что подходит. Вы должны выбрать технологию, подходящую под ваш продукт. Ну, а как вот понять? Как понять? Да. Ну, подумать. Есть такой старый добрый способ. На самом деле им мало кто пользуется. Нет, я без шуток. На самом деле подумайте о том, что зачастую вы, решая какую-то проблему, слушаете музыку, смотрите сериал на фоне, еще что-то. То есть у вас на река вы редко садитесь за стол, просто убираете все с него и начинаете думать про проблему. На самом деле без шуток. Это хороший способ как бы освободиться от всего окружающего и сосредоточиться на чем-то конкретном. И это, ну, по мне так, кроме как командное решение, когда обсуждение какое-то происходит, подбор технологии, по-другому не решить. То есть, как я сказал в самом начале, основа любого вашего продукта — это команда. Я говорю, это сложный вопрос. То есть, на самом деле нет конкретного ответа. Ладно, тогда продолжим. И мы с вами поговорим следующее о распределении времени. То есть, это мой идеал. У вас процесс разработки должен быть разбит всегда на три части. Это этап проектирования, этап разработки и этап тестирования. Соответственно, проектирование и тестирование занимают основную массу времени. Сейчас мы поговорим про каждый этап, и я объясню, почему. Итак, первый этап — это проектирование. Проектирование состоит из множества разных маленьких этапчиков. Я перечислю основные, которые я использую в своей разработке. Потом вы сможете добавить свои. Итак, первый этап — это постановка задачи. На самом деле все разработчики не любят Jira. Кто не любит Jira, поднимите руку. Ну, любой трекер. А что, все остальные любят? Серьезно? Не, не, просто я любой трекер не Jira, а любой трекер я просто… Отлично, это просто классно, потому что если у вас понимание того, что таск пишется на самом деле, мы мерили специально, 30-40 секунд. Это title, description, типа расстановка приоритетов, эпиков, всего остального. 30-40 секунд занимает таск, который вы знаете, как сделать. Есть проблема. Вы не знаете, как делать задачу. И вот тогда таск занимает постановка очень долгое время, и вот этот процесс разработчику не нравится. Но если вы не знаете, как его делать, то стоит, опять же, сесть и подумать над ним. И тогда постановка задачи, которая растягивается на время, начинает быть первым этапом проектирования, когда вы обдумываете, как вы собираетесь решать эту задачу. Второй аспект. При выборе архитектуры, выборе подхода для решения конкретной задачи, хорошо принимать это решение коллективно. На самом деле, как бы в этом процессе, чем больше людей обычно, тем лучше. Но вы должны помнить всегда о том, что должен быть регламент такого мероприятия. То есть, предположим, вы каждому из людей, которые предлагают свое решение, даете по 5 минут высказаться, потом перекрестные вопросы какие-то, еще что-то. То есть у вас должен быть регламент, чтобы это не превращалось в какую-то свалку просто, типа споры и так далее. Это этап второй, который я считаю необходим команде. Третий этап. Он опциональный прототип. Вот это зависит от того уже как раз-таки, насколько вы хорошо смогли поставить задачу, насколько вы четко знаете, что вы хотите сделать. Если вы не уверены, у вас есть только предположения, смело делайте прототип. Прототип — это вещь, которую потом в 99% случаев вы должны смело выбросить. Не бойтесь писать код, чтобы его выбросить. Это этап, который даст вам понимание, как развивать дальше данную часть приложения. Третий этап в моем мире — это разработка интерфейсов. Мы практиковали такую вещь в бытность, когда я был тем лидом. Мы садились со всеми разработчиками, которые будут заниматься реализацией, и накидывали общую структуру модуля, сервиса, ну как бы. И реализовывали интерфейсы, и тут появляется опция TDD. То есть если вы проработали все интерфейсы, вы на самом деле даже тесты можете написать сразу. Вы можете сказать, я хочу от данного модуля то, то и то, и он должен мне вернуть то. Они будут падать. По мере реализации уже будет происходить стабилизация этих тестов, то есть озеленение постепенное. Вот это те пять этапов, которые я использую. Причем если вы используете первые четыре, то магическая вещь TDD, про которую многие говорят, что она никогда не работает. Она может заработать. Не гарантированно, но может. Поэтому я написал, что я сказал вам то, что TDD-тестирование юнит, оно опционально в данной структуре. Итак, кто может добавить еще какой-то этап проектирования, который может улучшить качество продукта? Я думаю, еще документирование кода. Ну и в целом документирование всего проекта. Пока он еще на берегу, я думаю, имеет смысл начать с этого. Отлично. Спецификация. Я надеюсь, все понимают разницу между спецификацией и задачей. Спецификация описывает поведение. Задача, ну, типа необходимость сделать что-то конкретное. Это хороший поинт, да. Написание спецификации, если у вас она необходима, это хорошая вещь. Еще есть какие-нибудь? У нас очень большую часть времени занимает еще декомпозиция задачи между командами. Декомпозиция. В середине где-то. Ну, декомпозиция — это процесс постановки все-таки, опять же. То есть я говорю, если вы не знаете, как решить задачу, то декомпозиция — это методика решения, как бы, то есть, ну, этот процесс проектирования, как раз таки. Обычно правильно сформированные задачи, доведенные, ну, да, оптимальные декомпозиции соответствуют одна задача, один маленький модуль. Ну, то есть можно вот так разделить. И говорю, это, ну, скорее процесс, поэтому… Можно значить шаги вот третий, четвертый? То есть как бы сначала пишется код, а потом интерфейс или… А, третий, четвертый. Третий, четвертый шаги, да. Прототип, я сказал, это вещь опциональная. То есть прототип обычно пишется максимально мусорно. То есть, ну, вы пишете как угодно, что угодно, вам нужно проверить предположение. Например, то, что данный паттерн будет оптимально реализовывать какую-то задачу. Или то, что данная технология, которую вы взяли, она соответствует вашим требованиям. И обычно вы не упираетесь в качество написания кода. И этот прототип, я говорю, скорее всего, ну, в команде без великой организации, то есть кода, где там люди просто боги-программисты. Джефф Дин, да? Знаете, кто такой Джефф Дин? Ну, есть такая шутка в Гугле. Есть Джефф Дин, такой программист очень известный, про которого шутят, что он компилирует код, чтобы проверить компилятор, а не свою программу. Вот. То есть как бы прототип — это промежуточный этап опциональный. То есть вот после того, как вы сделали прототип, вы можете его выбросить и вернуться уже к полноценной разработке, когда вы знаете, что и как хотите сделать, расписать эти интерфейсы, опционально ТДД, и уже следующий этап разработки будет. Еще? Здравствуйте. У меня вот такой вот вопрос. Вот сейчас все этапы… Извините, пожалуйста, я забыл утащить. Вопросы давайте в конце, а сейчас все-таки мы поговорим… Нет, вот мне вопросов есть, что добавить в проектирование. Вот когда на этапе проектирования появляется вот именно для конечного пользователя UX, UI, вот вся эта часть, что мы делаем великолепно классную продуктивную программу, которая там будет идеально к своим кодам, ее оттестировали, а конечный пользователь не сможет с ней пользоваться. На каком этапе проектирования начинается вот именно для пользователя конечного проверка какая-то? Хорошая тоже вещь. Да, я понял, про что вы говорите. Это, собственно говоря, само проектирование. Ну то есть это этап, когда вы анализируете, предположим, рынок какой-то, да, и пытаетесь понять потребность. Хорошо, давайте добавим здесь вначале, перед всем, извините, 5 секунд, должна быть определение потребностей. Вот это хорошая вещь, да, на самом деле. Понять, что нужно сделать. Ну то есть как бы не что нужно сделать, а проанализировать, то есть провести реально какой-то, возможно, опрос, собрать фокус-группу, еще что-то. То есть это хороший подход. Но опять же, он, наверное, большинству компаний недоступен либо в силу сегмента узкого, либо в силу того, что там это достаточно дорого. Извините. Ну, в конечном итоге ты так и описал. Я просто хотел сказать, что в качестве возможной добавки то, что прототипы можно сразу давать, например, потенциальным конечным пользователям. Ну это как раз то, что ты вот только что сказал. От себя ревью, может быть, практически к любому. Это все-таки, наверное, часть процесса разработки, а не проектирования. А вот как раз, ну как мы знаем, цена ошибки просто чем раньше, тем дороже. Поэтому как бы ревью, ну то есть мое просто субъективное мнение, что ревью на этапе проектирования как раз может сэкономить очень много всего. Возможно, ревью самого проекта, но это опять же, я говорю, если коллективное принятие решений, то ревью происходит в процессе принятия решений. Если проработка интерфейсов опять же происходит коллективно, как я описывал, то, что садятся все люди вместе и обсуждают, то там получается то же самое. То есть у вас сразу все участвуют, соответственно, ревью, оно на ходу происходит, это достаточно быстрый процесс. Ну, давайте. Отлично, эстимейты. Эстимейшн, да, это часть проектирования, и она действительно очень важная. Ну, опять же, это в процессе коллективного принятия решений должно быть. То есть есть всякие планинг-покеры и так далее. То есть разные методологии этого. Есть указ сверху, тоже вполне себе приемлемый вариант. Вот, ну, спасибо, извините, просто мне нужно еще дорассказать. Очень классно, что вы активно участвуете, на самом деле я очень рад. Я думаю, что мы все это сможем обсудить просто позже, те, кто не успел. Извините, пожалуйста, что не совсем успеваем обсудить это. Итак, следующий этап – разработка. И, казалось бы, just do it, но на самом деле нет. Разработка состоит из множества элементов, которые тоже очень сильно повышают качество вашей разработки. Это линтеры. С линтерами, я надеюсь, что все наверняка знакомы. Кто использует линтер в своей разработке повседневной? Кто его запускает после каждого изменения? Вот классно, прям вы молодцы, потому что на самом деле меньше потом проблем. Потому что линтер очень сложно запускать в конце. Итак, стиль кода. Стиль кода, сформированный в команде по общим принципам, очень хорошая вещь, потому что помогает людям максимально легко читать чужие произведения. И это повышает скорость поиска ошибок, это повышает разбор ситуаций каких-то конкретных. И на самом деле, если у вас правильно сформированный стиль и какие-то принципы, соглашения, по которым вы разрабатываете, то очень часто, если человек за них выходит, то, скорее всего, он принимает неправильные решения. Потому что вот эти принципы, они обычно формируются из опыта, а опыт, он вещь такая серьезная, помогает. Вот, соответственно, логирование, трассировка, метрики. Я собрал их такую в общую кучку. На самом деле, каждый аспект можно обсуждать на отдельный доклад. Есть структурное, не структурное логирование. Есть разные типы трассировки, активное, пассивное. Есть много разных методик сбора метрик. Но вы должны понимать, что вы должны на это закладываться. Я могу вам привести очень классный пример. Я сейчас в основном пишу вот, ну, прямо сейчас на Go. Есть такая библиотека, если кто-то здесь, кто-нибудь пишет на Go еще? Окей. Не так много, поэтому я абстрактное пишу. У вас есть приложения, есть middleware какие-то, да, которые обрабатывают запрос входящий. Так вот, в данной библиотеке они что сделали? Они сделали middleware первого уровня на сыром запросе, когда неизвестно ни роут какой отработает, ни что. То есть просто обработка вот прям роут запроса. Прям вот вам просто как бы чистого. Потом дальше идет логика вот этого всего разбора, то есть определяется роутинг происходит, то есть там какие-то еще вещи. И следующий уровень middleware. И вот в эту библиотеку очень сложно встроить подрест метрики, потому что вот этот первый уровень middleware, который тратит, может тратить достаточно много времени, потому что очень много операций, которые ложатся на весь запрос, они отнимают достаточно много ресурсов. И вот о метрике вы можете вставить только, когда уже роут известен. Понимаете, да? Ну, потому что у нас там player slash ID. Если мы не можем собирать по slash ID, мы можем собирать только по ручке player, там типа и абстрактный ID. И вот как бы это на самом деле такая большая проблема, поэтому внедрение этих вещей должно происходить как можно раньше, чтобы понимать то, что ваши технологии соответствуют тому, что вы используете. Соответственно, обработка ошибок. На год тут пишут мало, а зря. Там на самом деле очень хорошая парадигма обработки ошибок в плане того, что вы не можете избежать сквозного проброса через несколько абстракций ошибки наверх. И я рекомендую никогда этого не делать. Пусть минимальная обработка, но на каждом уровне. Это будет помогать вам при поиске ошибок, потому что чем ближе exception к появлению ошибки, тем проще его найти. Ну, как бы я думаю, что это достаточно очевидная вещь, и любой опытный разработчик ее знает. Ну и последний этап. Спасибо про спецификацию. Я не указал ее в этапе проектирования, но в соответствии спецификация тоже очень важно. Очень часто разработчик, не понимая спецификацию, реализует задачу, и потом оказывается, что он реализовал не то. Это реально серьезный кейс, и на него нужно тратить достаточно много времени, чтобы понять, что действительно нужно сделать. Если вы первый этап используете полноценно, как я вот описал по шагам, в том числе с постановкой спецификации, то для вас этот пункт будет легким и безболезненным. Если же приходит менеджер просто накидывать непонятно какой-то таск, непонятные формулировки, скорее всего у вас не будет соответствия спецификации, потому что он думал одно, когда писал таск, а вы думали другое, когда реализовывали. Вот. Ну, собственно говоря, это все, что я хотел сказать по разработке. Быть может, у кого-то еще добавить. Давайте ограничу трех человек, до трех человек, чтобы нам успеть все. При выборе каких-то фреймверков, библиотек, технологий, базы данных и так далее, нужно заранее, именно при разработке уже думать, а как я буду это тестировать. Смогу ли я замокнуть эту базу данных в своих автотестах, например, или не смогу. Смогу ли я, будет ли мне удобно там тот или иной фреймверк обкладывать. Ну, я считаю, что это, мы про это говорили, это архитектура. Это все-таки подбор вот этих технологий, которые стоят в самом начале. Очень часто это вот именно такие тактические решения. Да, ну поговорим сейчас про отдельные типы тестирования чуть дальше. Как бы кто-то еще? Ну, я бы рекомендовал линтеры, прогон там, не знаю, юнион-тестов. Максимально рано автоматизировать на уровне, допустим, хуков в ВЦСе, потому что это сильно упрощает жизнь, когда тебе не нужно это руками делать. Отличная вещь, да, ее тоже стоило записать. Автоматизация. Автоматизация – это хороший элемент разработки, когда все ваши вот эти этапы, они автоматизированы. На самом деле, проектирование тоже можно автоматизировать во многом, ну, создав какой-то пайплайн в вашем трекере, добавив какие-то там типа правила и так далее. Пожалуйста, третий. Здрасте, а я не в курсе, наверное, код-ревью не на этом этапе, правой периодически, там, перед каждым… Я считаю, что все-таки код-ревью происходит после того, как вы написали код. Ну, то есть на этапе нара, это уже чуть дальше. Итак, вот непосредственно мы добрались до тестирования, и я хотел несколько терминов определить в самом начале. Итак, типа ошибок. Я, ну, то есть их можно делить по-разному, классифицировать, но я делю их вот так для себя. На самом деле, в зависимости от того, какая у вас команда, есть какие-то ошибки, которые вы можете избежать, а есть какие-то нет. Вы должны понять, что если вы дали сложные математические алгоритмы писать джунам, то, наверное, не стоит заставлять их разбираться в деталях каких-то там, не знаю, вы не сможете это протестировать. То есть если он действительно сложный, вы просто не сможете это протестировать. Это ошибка по остановке задачи и выбора исполнителей. И, соответственно, такие ошибки, их не избежать. Есть ошибки внешних средств. То есть если вы берете библиотеку и не доверяете ей, и начинаете тестировать библиотеку, то это проблема. Такие ошибки библиотеки, которые вы используете, ее нельзя избежать. Вы должны сосредоточиться именно на том, что вы делаете, потому что библиотеку можно поменять. Ценность вашего продукта стоит в вашем коде, который вы пишете. И вот его менять уже намного дороже. Это важный аспект, нужно понимать. Мы сегодня будем говорить про те ошибки, которые можно предотвратить. Кто может сказать, чем отличается fail от error? Пожалуйста. Ну, все знают иерархии exception в Java, да? То есть error — это что-то, относящееся как минимум к Java машине, как максимум к составляющим компьютера. Если компьютер взорвался, то это отлавливать не нужно. Человек должен знать, что у него там что-то не работает внутри компьютера. Это близко, но не точная формулировка. А может быть, я попробую. Мне кажется, error — это просто ошибка, а fail мы сразу выходим. Это следствие того, что… А в чем разница возникновения fail и error? Причем это не только в тестировании есть. Это если кто-нибудь из вас писал, хоть когда-нибудь носи, там есть структура управляющая и для того, и для того тоже. У них даже разные коды выхода. Один и два. Ну, то есть, off-exit. Ну, то есть, если не про fail, fast и кода… Нет, 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 не про это. Непонятно, какой контекст, но… Непонятно, какой контекст, но в принципе fail — это какая-то проверка, которую мы делаем, не проходит. То есть, мы проверяем, что что-то должно быть позитивное, а оно негативное. А error — это непредсказуемое, неправильное поведение системы. Например, когда у нас exception вылетел или что-нибудь… Абсолютно верно. Абсолютно верно, спасибо. В основе фейла лежит assertion, то есть проверка чего-либо. В основе ошибки обычно возникновение какой-то внешне непредвиденной ситуации. Их нужно разделять. Я говорю, то есть, у них даже на самом деле коды выхода разные, как бы и когда ваш модуль отработал так или иначе, можно понять, что произошло. Соответственно, я это описал здесь. Что еще стоит отметить про fail и error? Я сказал про то, что можно анализировать. Во-первых, выход — это очень важный элемент. А второй элемент — это ваша классификация. То есть, использование assertion там, где они должны быть. То есть, если вы проверяете данные какие-то, то это явно assertion. Ну, это такой самый простой пример. Ну, давайте не будем на этом зацикливаться. Итак, порядок тестирования, на мой взгляд, приблизительно вот такой вот. То есть, мы сначала пишем unit-тесты, потом интеграционные тесты, потом e2e. Я на самом деле хотел, чтобы вы тоже чего-нибудь добавили, но я боюсь, что я зря это сделал, потому что сначала мы пройдемся по ним, наверное, и потом я спрошу, потому что я объясню каждый из этих терминов, как я его понимаю, потому что терминология отличается иногда. Итак, для того, чтобы нам познакомиться с unit-тестированием, нам нужно знать, что такое DI-паттерн. Все знакомы? Кто знаком с паттерном Dependency Injection? Отлично. Ну, как бы не все, поэтому я объясню. То есть, вкратце так, это код на go, который описывает интерфейс. У нас есть какой-то модуль, который принимает не конкретную реализацию, а интерфейс, это нам позволяет спокойно подсунуть какой-то mock вместо реализации и оценить логическую составляющую конкретного модуля. То есть Dependency Injection в OOP, я думаю, наверное, практически в любой разработке, где есть возможность передать параметры, это такой хороший паттерн, который легко вам, то есть упрощает сильно жизнь. И есть такой противоположный паттерн Delegate, который как раз-таки очень сильно усложнит тестирование отдельного модуля, ну, именно юнит-тестирование. Итак, как я сказал, DI — это классный паттерн. Вы должны понимать то, что покрытие не главное. Главное — писать тесты на то, что нужно проверить. То есть хвалиться покрытием можно бесконечно, можно стремиться к 100%, но это практически недостижимо. Помните о том, что тестировать нужно то, что нужно тестировать. Третья вещь — это многие разработчики ошибочно считают то, что тесты они занимаются проверкой. На самом деле они занимаются двумя вещами. Проверкой и фиксацией поведения. Вот вторая вещь — фиксация поведения. Очень легко описывает геттер, который вам возвращал какое-то там неинициализированное значение, если, предположим, оно не было заполнено в поле. А потом неожиданно кто-то в него как раз assertion какой-то вставил. И для вас неожиданная ситуация. Если этот геттер будет покрыт тестами, то вы сможете увидеть эту ситуацию на этапе тестирования, а не в процессе работы. Не забывайте про проверки. Шутки шутками. Я лично сам видел тесты, где не было ни одного assert. Серьезно. И это было не единожды, поэтому вот это… Когда написали тест, проверьте то, что есть assert. И один тест, один проверки. Идея в том, что чем меньше тест и проверяет меньшую область, тем проще потом анализировать, что произошло. То есть тем быстрее вы найдете причину ошибки, нежели в случае с огромными длинными тестами, которые падают непонятно где. Итак, по юнитам есть кому-нибудь быстро что-нибудь добавить? Только быстро очень, потому что у нас время уже конкретно поджимает. Здравствуйте. От себя хотел бы добавить, что юнит-тесты мы используем частично как систему документации. Скажем так. То есть описывая поведение, фиксируя это поведение, мы добавляем, скажем так, его и в документацию тоже. Приемлемо. Я не считаю, что это лучший способ, но это приемлемый способ. Вполне себе. Давайте я тогда продолжу, потому что время действительно поджимает. Итак, следующий этап — это интеграционные тесты. Я вот написал, что такое интеграционные тесты в моем понимании. То есть это те тесты, когда вы тестируете интеграцию с чем-то, что неразрывно связано. Один из хороших примеров, когда вы тестируете Data Access Layer, это какой-то модуль, который работает непосредственно с базой данных. Считается, ну то есть есть много методик тестирования таких систем, то есть фикстуры, там еще что-то. Но лично я считаю то, что тестирование фикстур очень часто приводит к тому, что вы тестируете фикстуру, а не код. И, соответственно, лучше бы тестировать в совокупности все это. Интеграционные тесты достаточно простые. Они очень похожи на юниты, но есть особенности. Поскольку у вас появляется интеграция, вам нужно помнить о том, что запуск в разных средах будет по-разному, то есть локально одно, на CI другое, где-то там еще третье, то есть возможно ваши тесты там типа работают на продакшене. И вы должны об этом помнить различия в средах, и очень важный аспект данного вида тестирования. И интеграционные тесты, они требуют тестирования относительно особенностей. Такой самый простой пример — это Mongo. Многие работали с Mongo? Ладно, модная, 5 секунд. У Mongo вставка асинхронная. То есть вы делаете вставку, тут же делаете запрос на получение. Не факт, что к этому моменту, когда вы сделали запрос, произошла вставка. Такие вещи, если, например, ваш модуль реально высоконагруженный и занимается как раз таки высокой вставкой, нужно проверять. Ну, то есть писать какой-то небольшой стресс-тестик на уровне интеграции, чтобы понять, что у вас данная система работает. На самом деле в Mongo можно этого избежать, но такая это типовая ошибка людей, которые начинают работать в Mongo. Итак, по интеграционным тестам у кого-нибудь что-нибудь есть добавить? Хорошо. Итак, перейдем к следующему этапу, который уже много раз озвучивался. И ревью многие не считают тестированием. Я считаю. Почему? Потому что одним из самых первых способов тестирования, про который упоминается в книжках большинство по тестированию, это ручной статический анализ кода. Это прям три человека по классической схеме садились с распечатками программы и шли построчно и тестировали ее таким образом. Это, по мне, один из важных элементов, потому что я верю в то, что хорошая команда делает хорошие продукты. Дружите, старайтесь проводить ревью как можно более атомарно, более качественно. И есть несколько основных вещей, которые нужны для качественной ревью. Это, во-первых, у ревью должны быть правила какие-то обязательно, потому что, ну, иначе это превращается, опять же, в какую-то мешанину, то есть регламент. Ревью должно соответствовать требованиям продукта, то есть, опять же, модуль малозначительный, может подвергаться более слабому ревью, какой-то серьезный модуль, который несет критическую уязвимость, может привести к критической уязвимости, должен более подробно подвергаться, потому что, ну, это должна быть какая-то шкала. Вполне нормально, когда в ревью человек ставит, например, цифру приоритетности того, насколько хорошо нужно проверить эту часть. Причем человек, который выставляет на ревью, сам должен быть инициатором, потому что он заинтересован в том, что его код был качественный. Ревью должно следовать духу команды, оно не должно быть обременительным. То есть, если в вашей команде общение там абсолютно свободное, и вы можете использовать все особенности русского языка, в том числе и матершины, пожалуйста, это допустимо. Но усредненно, конечно, лучше, когда ревью более спокойное, потому что все люди разные, не каждый может правильно понять вашу шутку, и оно выглядит из-за зряда так, что человек пытается предложить альтернативное решение, а не найти все минусы текущего, потому что есть такая парадигма, критикуешь, предлагай. Соответственно, ревью не должно допускать формальности, потому что если ревью становится формальным, можете его выбрасывать сразу. А зачем это нужно, если просто типа полайкайте мне там, пиар, люди зашли, полайкали, напишите населению мне прекрасный скрипт, который будет просто лайкать за вас. Это вообще на самом деле достаточно дешевый процесс, потому что ревью обычно занимает в пределах часа нормального модуля, то есть ну как бы прям высокой критичности. Это дешевле, чем все остальное, потому что любой другой вид тестирования требует актуализации еще многих этапов, а здесь это не нужно, вам просто нужно взять и проверить. Итак, по ревью есть у кого-то еще какие-то вещи, которые можно добавить? Вопрос можно в конце? Я просто сейчас закончу. Запомните, пожалуйста, просто, ну, по времени, к сожалению, получилось чуть дольше, чем я рассчитывал. Итак, следующий этап — это E2E тестирование. Чем отличаются интеграционные тестирования от E2E? Интеграционная система неразрывные части тестирует, E2E тестирует логически завершенный подмодуль. То есть можно сказать, что интеграционное тестирование является подмножеством E2E тестов. Ну, самое распространенное end-to-end тестирование — это какой-то публичный IP вашего приложения. Ну, то есть, типа, когда вы в комплексе, прям вот весь backend взяли и потестировали. Не сценарно, не функционально, а просто типа потестировали, что ручку дернул, получил то, что нужно. И как бы, ну, вот это такой вид тестирования. Он может применяться на любого уровня компоновки ваших модулей. То есть их может быть несколько штучек, может быть больше. В Monolith это модульное, в микросервисной архитектуре это количество сервисов. Надо признать, что микросервисные — это на самом деле намного интереснее, но и намного сложнее, потому что с окружениями нужно работать. Вот это мое понимание E2E тестирования. E2E тесты очень сложно писать, потому что они требуют каких-то состояний, которые нужно вначале инициализировать. Они требуют систематизации анализа. У вас должны быть какие-то плюс-минус, не сценарии, а хотя бы описание того, что вы пытались проверить для того, чтобы потом оценивать покрытие по этому всему. И вам нужен анализ того, что произошло. Ну, то есть когда вы запустили эти тесты, у вас пришли результаты, вы должны понять то, что у вас есть какая-то позитивная тенденция. Это связано с нестабильностью. Не пытайтесь добиться 100% зеленых E2E. Такое бывает очень редко. Нормально определить процент выполнения тестов, который вас удовлетворяет. То есть соответствует уровню качества, который вы требуете от вашего приложения. Трудно работать с окружениями. Опять же, это еще сложнее, чем интеграционных тестов, потому что там окружение все сложнее и сложнее. Вам нужно поднимать все больше и больше. И, соответственно, они лучше всего отражают ситуацию. То есть если у вас нет времени, вам не дает компания на тестирование, это самый простой способ хоть как-то проверить то, что системно у вас все работает. Вот. По end-to-end тестированию есть? У кого-нибудь что-нибудь добавить? Разве что то, что низкая стабильность скорее связана с уровнем автоматизации. Если уровень автоматизации достаточно высок, то можно достичь очень высокой стабильности подобных тестов. И это... Автоматизация — это первая часть? Это хорошая вещь. Но на самом деле чаще всего проблема в том, что ваши тесты создают непрофильную нагрузку. Простой пример — это пользователь, у которого в нормальной ситуации может быть 2-3 телефона. А когда вы тестируете на одном пользователе и загоняете ему миллион телефонов, ваша табличка рушится, потому что она исчерпала себя, и когда вы забираете пользователя со всеми его телефоном, у вас появляется... Понимаете, да, эту идею? То есть обычно профиль не соответствует реальности, и стабильность кроется чаще всего из моего личного опыта как раз-таки в этом. Еще кто-нибудь один хочет? Давай что-то. Ладно, все, поедем дальше. Мы подходим уже к концу, потому что E2E, как вы видели, был в моей яме тестирования уже прям перед самой поверхностью. Соответственно, есть альтернативы. Тестирование контракта и функциональный тест. Чем отличается функциональный тест от E2E? Я сказал, функциональный тест имеет сценарий. Ну, то есть поведенческий сценарий, который описывается и проверяет функцию со стороны пользователя. Тестирование контракта. Тут обязательно вам нужно проверять то, что ваши модули правильно взаимодействуют и правильно обмениваются данными. То есть это, опять же, там микросервисы, микросервисные архитектуры, или модули внутри вашего приложения, там какого-то монолитика. В чем плюсы? Плюсы в том, что, скорее всего, это уже не ваша проблема. У вас есть quality assurance специалист, который сидит как-то там тестирует, тестирует ваше приложение. Вам не нужно писать эти все тесты от начала до конца. Вроде как снаружи проверили этого достаточно. Но есть обратная сторона. Если вы хороший разработчик, ответственный, ну, вас устроит то, что вы выпускаете то, не зная что. То есть, ну, как бы я выпускаю продукт, который потом получу на него инвалид. Мне лично совесть не позволяет так делать, поэтому я пишу тесты. Ну и вторая вещь, которая является огромным минусом, это цена ошибки. Если вы уверены, что ваша команда действительно высокоорганизованная и скачанная специалиста стоит, это может у вас сработать. Но, скорее всего, так бывает достаточно редко. Скорее всего, будут инвалиды от отдела quality assurance, ну, или какого-то там, типа, приемщика, заказчика, еще что-то. И это будет очень дорого менять. То есть, цена изменений очень высокая, потому что поздняя стадия. Сегодня кто-то упоминал об этом, о том, что чем позже стадия, тем дороже изменения. Есть еще несколько методик альтернативного тестирования. Но это не совсем тестирование. Я сегодня про тестирование говорю, если, как вы заметили, уже больше про повышение качества. Я вот предлагаю еще несколько методик, которые я лично в своей жизни использовал, и они достаточно успешны. Это парное программирование, оно действительно работает, в моем понимании, любую сложную задачу стоит делать удоем. Прям ширина взгляда на ситуацию увеличивается не в два раза, а мне кажется, сразу многократно, потому что в процессе диалога появляется очень много разных мнений. Соответственно, ручное тестирование. Не кшайтесь того, чтобы пощелкать свою приложуху и понять, работает она так, как вы хотели или нет. Ну и, соответственно, одна из методик – это, например, тестирование на сегмент через релиз на сегмент. То есть в букинге, по крайней мере, раньше было, сейчас, наверное, я думаю, что тоже. У них очень много пользователей. Они могут использовать кеннери релизы, выкатывают на какой-то маленький лояльный сегмент, проверяют на нем. Если что-то пошло не так, получают какой-то плохой фидбэк, они откатывают обратно все. То есть выкатили с ошибкой, у пользователей получается там, ну, какого-то процента по метрикам смотрят, не получается залогиниться, например, да, через новую форму, и они просто взяли, откатили и вернули всем обратно. Вот. Есть какие-то еще методики альтернативного тестирования, которые вы знаете, которые могут помочь людям? Заказчиком? Ну, это как раз-таки через, типа, релиз, ну, как бы, ну, да, да, можно. Использовать заказчика как КУА. Ну, КУА-специалисты. Ну, вполне, наверное, приемлемо, если заказчик лояльный. А, эксплоративное, извините. А, исследовательское тестирование. Ну, это, мне кажется, тоже очень близко сканерить. То есть обычно это тоже все-таки есть какая-то фокус-группа, на которую что-то катят. Нет? Запомните этого человека. Я сам к нему подойду, подойдемся вместе, узнаем про особенности. Я про такое тестирование, честно, просто не сталкивался с ним. И последний. Микрофон, можно, пожалуйста, я уже не слышу. Технология – это докфудинг. Это когда самих же сотрудников, разработчиков заставляют пользу своим продуктам, если есть такая возможность. И они сразу, не только тестирование, просто они видят, что удобно, а что нет. Да, да, тоже вполне себе подход. Очень хороший. Так, спасибо за помощь. Давайте подведем уже итоги. Есть, ну то есть в моем понимании, все, про что я сегодня рассказывал, состоит из трех основных частей. Первая часть – это последовательность действий. Вот все, что я рассказывал в моем понимании. Если у вас где-то пробелы есть в тестировании, если нет, начинайте сначала. Если есть пробелы, то тоже от начала старайтесь эти кирпичики вставлять. Ну то есть как бы последовательность этих действий, она должна идти снизу. Из ямы можно выбраться только, оттолкнувшись от дна, как я уже сказал. Вторая вещь – это команда. Я сегодня много раз упомянул о том, что если у вас команда плохо коммуницирует, не знаю, то есть у нее не хватает там какого-то единства, понимания того, что они делают, ценностей, то это действительно сильно влияет на вашу разработку, и вы должны доверять своей команде, уважать своих коллег, и работать действительно слаженно. И последний аспект, я его не так хорошо освещал в процессе – это анализ. Но анализ – это вещь очень сложная, опять же говорю, требует отдельного, скорее всего, доклада. Как понять то, что вы тестируете правильно? Ну то есть это сложно, но не забывайте об этом. Для этого есть разные вещи, есть миллион продуктов. Я никаких сегодня продуктов, ну кроме Jira, не упомянул. Их потому что действительно множество, и перечитать их очень долго. После вы можете подойти, я расскажу про те, с которыми я работал, вы можете спросить у людей, которые тут поднимали руки, отвечали, они, скорее всего, тоже работали, и узнать о том, какие можно технологии использовать для того, чтобы какой-то вид тестирования реализовать. Итак, спасибо всем огромное за то, что помогли мне рассказать этот доклад, поучаствовали в нем. Я очень рад, что вы активно участие принимали. Ну и секция вопросов. Я думаю, что у нас времени, наверное, не очень осталось. Да, давайте, наверное, я включу режим Tiran, и мы зададим ровно один вопрос, который мы откладывали, потому что человек готовился. А, да, простите, да. Да, вопрос был очень маленький. Сколько ревьюеров можно добавлять в ревью, потому что у нас люди в ревью добавляются из разных команд, у всех разные стили, и начинает сыпаться тонны исправлений, которые там могут на день буквально затянуться. В том случае, если у вас команды работают независимо, с разным стилем, с разными технологиями и так далее, в моем понимании ревью должно проходить внутри команды только. То есть для того, чтобы ревью было удачным, у вас должно быть общее видение того, как вы его хотите делать. Как я и говорил, потому что должен быть регламент. Вот если люди, каждый пытается сделать, как он хочет, у всех взгляд на ревью, от это формально посмотреть то, что там похоже на реальность, до того, что я прочитаю каждую строчку, подтяну себе ветку, запущу, и, возможно, даже еще тест допишу, чтобы проверить то, что это работает. Вот прям я встречался с разными позициями. Я считаю, что только регламент решит данную проблему. Еще у вас не было нигде упомянута подготовка тестовых данных. На каком этапе этим можно заниматься? Подготовка тестовых данных? Смотря для чего. То есть каждый из этапов тестирования имеет свою специфику подготовки. То есть юнит-тесты обычно связаны с подготовкой каких-то там крайних значений, еще чего. То есть это тоже подготовка данных. Она достаточно серьезная, нужно понимать, что тестировать. Там E2E-тесты — это уже обычно какие-то сегменты реальных данных или создание при подготовке. Я говорил о том, что есть такой этап теста E2E — это подготовка данных, и он достаточно дорогой. Ну, я не знаю, я считаю, что просто это, опять же, очень серьезная тема, как подготовить данные. На самом деле даже как-то раз был доклад про это. На одном из метапов вы можете посмотреть вот как раз-таки про подготовку данных как со STV Testing Club, по-моему, называется сообщество. Вот прям был про этот хороший доклад. Ну, просто я не смогу сейчас это кратко описать.